Год Японии и России – это очень важное событие. Эта договоренность достигнута в конце прошлого года, когда ваш президент Путина приехал в Японию. И вот это открытие будет в мае будущего года, и ожидается больше 300 мероприятий. В том числе, конечно, выставка и гастроли, вот так большие, но немало места занимает, конечно, это софт-пава, как это хиноды. И я надеюсь, что в будущем году еще проработится этот фестиваль, и это станет одним из ваших важных элементов в мероприятиях в рамках Перекрестного года. По нашим понятиям есть разный уровень общения между странами, есть на уровне политика, есть на уровне бизнеса, есть на уровне локального. А вот локальный – это есть как раз культура. Когда люди узнают культуру, тогда происходит сближение. И нам кажется, вот культурный обмен – это самое сильное из этих всех уровней в общении. Вообще здесь очень классно, круто. Я уже пофоткалась с многими коспеями. Вообще классно. Еще раз как-нибудь приду сюда обязательно. Я на самом деле счастлива, потому что счастлив мой ребенок. И все больше и больше проникаю с японской культурой. Когда я сюда пришла, так неожиданно встретили на пороге, можно так сказать, этого фестиваля. Приятно было. Дали разные сувенирки. Настроение праздничное. Прям так и тянет, не знаю, погулять здесь, насладиться вот этим всем, подружиться с кем-нибудь. В общем, я рада. Здесь очень интересно. Все такое красочное, красивое. Очень много народу, все счастливые. И все здесь очень креативные. Все в таких париках, костюмах, в стиле аниме. Вообще японская культура, конечно, она очень разнообразна и очень удивительна. Я считаю, что это люди очень творческие. И они не такие, как все. Нам вообще все нравится японское. И кухня нравится, и одежда, и бои, и танцы японские. Боевой народ. Это абсолютно какой-то новый формат. Но в ДНХ Хинаде раньше никогда не проводился. Это непривычно, но мне очень нравится. В первую очередь это помещение шикарное просто. Раньше он проводился в Доме культуры, было очень тесно. Да, в этот раз я вижу, что помещение гораздо больше, и фестиваль растет. Это отрадно. Гораздо больший размах. То есть более большое такое помещение. Выделили целый павильон. Немного организовано все более открыто. Более большой стенд у Нинтендо провели. И вообще не надо нигде бегать по различным помещениям. Здесь все открыто. Все достаточно с этой части зала увидеть, и можно понять, что происходит в другой. Да, тут намного глобальнее, больше магазинов. Да и вообще все намного больше. Прикольно. Очень интересно, очень захватывающим. Прям очень мило тут. А вот интересно, как дети любят переодеваться в эти костюмы, и как им нравится поменяться, быть не теми, кем они есть. Вот это самое интересное. Мне очень здесь нравится. Я могу прийти свободно, в чем хочу. Никто не будет смотреть на меня странно. Здесь много японских вещей можно больше узнать. Здесь можно поиграть в игры разные, в Нинтендо и так далее. Здесь можно поесть японской еды, купить японских сувениров и так далее. Да, покупаем потихонечку, но не спешим. Выбираем самое интересное. Цены, конечно, высоковаты, но зато такие вещи, которые нигде, кроме как в интернете, и долго ждать не купишь. То есть они здесь уже есть, и их можно приобрести. Мы приехали на самом деле посмотреть на японскую косметику. Очень долго побыли рядом с этим стендом, нас проконсультировали, купили много чего. Сейчас вот посмотрим, может быть, подарки какие-то, племянница. У нас девочка очень любит Японию. Может быть, что-то интересное купим. На самом деле я ждал, что будет намного больше павильон или несколько павильонов, но вышло то, что в одном, но намного все содержательнее. То есть нет такого, что было где-то скучно, там проходят мастер-классы, там проходит огромная сцена. Все время где-то что-то происходит, и все равно можно успеть, интересно очень. Совершенно красиво, изумительно и непохоже, и нестандартно. Это не наш мир, это другой мир, и он этим нам интересен. Мы другие сочетания цветов, другие вкусы, другая культура. Нам все очень интересно. Уютная, можно сказать, обстановочка, как всегда куча лавок, можно при барахлиться, куча людей, с которыми можно, естественно, попотографироваться. Все как всегда, все очень классно. В Москве у нас таких японских фестивалей, японских магазинов даже каких-то очень мало. А вот такое все в одном месте, можно прям прийти и за день столько всего узнать, чего за год не увидишь. В принципе, мне нравится здесь все. Сама атмосфера, все такое яркое, необычное. Очень много интересных вещей продается. Очень много вкусных всяких вещей, много игрушек, игр, видеоигр. Ну, понравилась, конечно, сама обстановка такая открытая, дружелюбие, открытость. Возможность попробовать японские блюда, посмотреть, вот, купить японскую обувь. Мы много узнали о японской культуре, о их еде, о искусстве, о костюмах. И я больше полюбила аниме, например. Что мне еще понравилось? Всякие сладости, танцы, да? Тебе что понравилось? Да, прикольно. Так как я первый раз, но очень люблю Японию, и посмотрела больше уже 90 аниме, я такая, ой, здорово, прикольно. У меня много фотографий, отсюда много впечатлений. И чувство, меня убьет мама, потому что я купила то, что наушники и сумку, потратила кучу денег, но я абсолютно счастлива. Оно того стоит. Да, оно того стоит. Мне нравится разнообразие, пожалуй. Здесь представлены как игровые моменты, прежде всего для мальчишек, так сладости для девушек, так какие-то товары для взрослых людей. Потому что, как мы посмотрели, здесь не только молодежь, что в принципе прекрасно, потому что если мероприятие позиционируется как день культуры, то это не значит, что это день только одного направления. Поэтому здесь должна быть представлена, по идее, вся Япония, начиная от больших машин до маленьких машинок. Это каллиграфия, вот это вот искусство туши, его в Москве даже еле найдешь где-то. Вот, а здесь попробовать сам это. Здесь можно приобщиться в общем и найти единомышленников. Вот, а потом уже собираться там отдельными группами или найти себе там учителя почему-нибудь там по каллиграфии по той же. Ну, единственное, что мы ожидаем, конечно, впечатлений. А впечатлений здесь много, очень хороших впечатлений. Ой, ну так много всего, так громко и весело. Вся выставка замечательная. Да, сейчас я в первый раз на данном фестивале, он мне очень нравится, потому что тут очень много годных косплееров в хороших и качественных костюмах. Много стендов, где можно пробовать новые игры, поиграть, заинтересоваться о будущем даже и купить. Ну, вот это вот объединение пространства, мне кажется, это прекрасно. Вот, потому что, ну, нет такой вот, ты не зашел куда-то и о чем-то не узнал, что там происходит. И все как бы в пространстве. Чуть-чуть вот звук немножко в мастер-классах там доносится, и ты отвлекаешься. Ну, это даже хорошо, потому что нет задачи научиться, не есть задача приобщиться. Ну, так. Нет, отлично, молодцы. И мне прям очень нравятся такие вот прям впечатления через край. Усталости вообще не чувствуется, ходит целый день, и очень много крутых ребят, очень много крутых косплееров, и выступления просто на высшем уровне. Да, я впервые на Хинод, и как фанат японской культуры я в диком восторге. Приходится гоняться за косплеерами, чтобы сделать кучу фоток, потому что все такие красивые и милые, и вообще все очень здорово на самом деле. Все весело, и как-то все друг друга как будто знают. Мне очень нравится, восхитительный фестиваль, шикарный вообще. Слов нет, я в восторге. Все очень весело, все очень задорно, ну, и все сделано так, ну, просто вот идеально. То есть ты подходишь к, ну, чтобы сфоткаться, но тебе никто не откажет, но это очень приятно, и очень много игр, что тоже очень классно, ну, поиграть что-то, и получить также призы. Вот мне кажется, такой фестиваль – это возможность на два дня побывать в Японии, не выезжая из Москвы. Вот это вот прекрасная возможность, когда все собрано в одном месте, самые разные аспекты японской культуры, искусства, боевые искусства. И вот это прекрасная инициатива. Хорошо, что она продолжается уже шесть лет. Это мой третий хинаде, даже не поверите, была в Риме. И на самом деле сейчас в Москве становится даже круче фестиваль японской культуры, чем даже там. Правда, мне очень нравится атмосфера, и мне кажется, что каждый год, если будем делать так же, то будет странно дружить, приезжать больше к нам, а мы больше к ним. Вообще мы ожидали увидеть здесь что-нибудь поесть, и мы пришли и поели, правда, японской еды. И, в общем, все очень здорово. Косплейщики молодцы, самураи тоже не подкачали. Мне очень понравилась программа, мне понравился дуэт, который играл на семи сценах. Это совершенно потрясающе. Барабанщики невероятные. И, в принципе, интересно походить, посмотреть, купить что-то японское. Очень в тему, да. В этом году мероприятие получилось более массовым. Я вижу, что косплей, в принципе, растворяется среди остальных людей. То есть пришло много людей, которые просто интересуются Японией. Это получился больше фестиваль, похожий на фестиваль именно японской культуры, нежели фестиваль косплея, допустим. Ну, мне так кажется, во всяком случае. Очень довольный ребенок сейчас. С удовольствием слушал, как выступают японские барабанщики. Хлопал в ладоши она. Нам тоже очень понравилось. Ну, я говорю, что еще ближе стала со своим ребенком, потому что она увлечена этой культурой, занимается изучением японского языка. То есть для меня это, так сказать, ну, открытие еще чего-то нового для себя в шестивале. То есть и сближение со своим ребенком. Я просто не знала, что они проходят ежегодно, и поэтому я в подпечении. Я только вчера шла по улице, просто увидела, что у людей есть вот такие вот кепочки. Я побежала, узнала, что это. Купила билет, пришла. Это потрясающе. Мне очень нравится. Ну, я думаю, что в этот раз фестиваль он более масштабный, и организаторы сделали его несколько в другом формате. Я думаю, это удобно, потому что можно сразу все охватить и увидеть косплей, пройтись по магазинам и пофотографироваться. Мне очень нравится то, что этот фестиваль превращается в фестиваль для всех. То есть для людей, которые ничего не знают про Японию, про косплей, могут прийти, и им тут будет интересно. Это очень здорово. Мне кажется, все равно фестивали нас сближают, и мы можем действительно влиться в эту культуру. Например, я люблю стиль уличной моды «Лолита», и мне очень нравится, что очень позитивно, посетители на это реагируют. И думаю, что скоро «Лолит» на улицах Москвы станет больше. Узнаю здесь персонажа, это очень весело, прикольно. Глаза разбегаются. Все хочется посмотреть, потрогать, купить. Но я бы, если честно, еще бы сходила на такой фестиваль. Мне нравятся цветы, мне все нравится здесь. Изменился формат именно. В плане и масштаб немножко стало как-то. В прошлом году, по-моему, было как двухэтажное здание. И надо было переходить с одного этажа на другой, чтобы попасть на мастер-классы, попасть на игровую площадку и возвращаться обратно, чтобы посмотреть, что на сцене. В этом году удобнее, что можно стоять в очереди на какой-нибудь мастер-класс или чтобы поиграть и смотреть одновременно, что происходит на главной сцене. Ну, что могу ответить? Я, конечно, поражена, потому что очень много людей в костюмах. Я ощущаю себя как на карнавале, либо на маскараде. И тоже хочется преобразиться. По сравнению с прошлым годом сделан очень серьезный шаг вперед, потому что и по моим ощущениям, по ощущениям тех, кто был в прошлом году, во-первых, изменено место, что позволило гораздо большему количеству гостей все это посетить. Плюс место качественно иное. Да, лучше расположено, более светлое, просторное, что также позволило выступать большему количеству экспонентов. И я считаю, что основной показатель – это количество гостей, которых вчера даже было процентов, наверное, на 30 меньше. И мне кажется, что очень многие, побывав здесь вчера, приходят сюда сегодня с друзьями, с семьями. Нравится, что много людей, которые прониклись японской культурой и действительно пришли сюда, чтобы ощутить себя, как будто бы в кусочке Японии. Да, пожалуй. На островке, островок Японии в Москве. И нам, как японцам, которые живем в России, очень приятно, правда, видеть такую массу людей, которые поддерживают японскую культуру. Мы будем стараться собирать все вот эти фидбаки. И в 2018 году, когда будет кросс, когда будет год в Японии, а Россия и год России в Японии, мы постараемся максимально сделать интересный, хороший фестиваль. И также мы очень ценим, что посольство Японии в России нас будет максимально активно поддерживать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова